Еще раз здравствуйте, Ирина Аберина. Спасибо. И когда мы задавались вопросом, несколько лет тому назад, где мы можем увидеть воплощенную эффективность, выяснилось, что таких организаций в мире по пальцам одной руки посчитать. И в основном они сосредоточены на маленьком, по сравнению с земными масштабами, клочке земли. Это прекрасное место в юг Италии. И уже, я думаю, наши зрители догадались, что речь пойдет о мафии Камори Индрангите. Вот эта триада действительно дает удивительную исследовательскую пищу и поле для дальнейших исследований, потому что, знаете ли, много сказано, мало известно. И это удивительное положение вещей, и мы его наблюдаем. Так вот, исследуя эффективность, мы должны понимать, что то, что мы видим сегодня, оно достаточно сильно отличается от того, что было в начале. То есть сегодня есть некие мнения о том, что есть мафия, что есть Индрангита и так далее, и так далее. И мы не собираемся с этими мнениями как-то спорить. Нас интересует только одно – это философия. Именно философии эффективности и была посвящена одна из наших шикарных научных экспедиций, которая вот буквально недавно закончилась. Это калабридская экспедиция. И ключевой предметом исследования этой экспедиции, ключевой задачей было написание книги. И, по сути, это будет монографический, очень комплексный труд из двух томов, посвященный философии Юга Италии. Итак, подходя все ближе и ближе к этому таинству философии, мы задаемся вопросом. А как мы будем исследовать эту самую философию? Вот до Олега Викторовича никто никогда еще не создавал таких научных трудов и не проводил таких исследований. То есть если вы там наберете где-то философию о мафии, вы ничего не найдете. Но это же самое главное. То есть вы найдете там рассказы. А почему самое главное? Вот скажите. Да с философии все начинается. То есть без философии невозможно вообще... Абсолютно невозможно. Как можно сажать в сад, если у вас нет семян? То есть вы хоть разбейтесь. У вас может быть супер, там, я не знаю, поливочная система. Восемьсот человек, которые готовы там копать и ухаживать, даже денег может быть миллион, а семян нет. Вот что? Вот как? То есть философия это семя? Это то, с чего все начинается. Философия это не только, это еще и почва, это еще и среда, да? И это еще, естественно, вам же нужно поухаживать, извините меня, должно прорасти и дать плоды. И вот это самое лучшее, пожалуй, такое древнее сакральное объяснение, да? Те категории, которые мы сейчас оперируем вместе с вами, между прочим. Только, скажем так, лет 300 тому назад только элитные товарищи могли знать. Ну да, это, в общем-то, европейское знание. Да. Поэтому, примерив, так сказать, на себя этот пиджачок, идем дальше. То есть есть у нас определенные параметры, философские параметры, да? У нас есть определенная почва, у нас есть среда и должна вырасти конструкция, да? И вот все вместе этот ряд и позволяет понять философию. То есть философию нельзя рассматривать вот так вот отдельно. То есть если мы зададимся вопросом только семена, и сказать, да, и почву, куда мы будем высаживать, все равно без понимания среды, без понимания того, что делать, технологического, у нас ничего не вырастет. Поэтому третий день Международного научного симпозиума в Поляре, он был посвящен в том числе исследованию философии мафии. И когда мы говорили о философии мафии, мы в том числе начали рассматривать конструкцию. То есть как устраивается вот это философское здание, да, этой мафии, и чем это здание сегодня отличается от того, что было 200 лет тому назад, 300 лет тому назад и так далее. То есть вот еще одно важное открытие, Олега Викторовича, что эти вещи, они динамичны, они меняются. Я правильно понимаю, это речь о парадоксе Бадрияра? В том числе он из этого проистекает как следствие. То есть время идет, жизнь ставит новые условия, она заставляет меняться. Почва может остаться точно такой же, это факт. Но вот среда меняется, и вот эта среда со своими измененными условиями заставляет нас что-то делать, чтобы мы немного видоизменяли конструкцию. Так и получается, например, что в одном веке маски такие, в другом веке они в другие, а в третьем третий. И теперь возникает вопрос, а какая философия? Что исследовать, что начинать? Здесь копать, тут или дальше? Нам нужно понимать все. Нам нужно понимать всю эту логическую систему. И когда мы говорили о конструкции мафии, Олег Викторович как раз и показывал, как эта конструкция видоизменялась с течением времени. И Олег Викторович создал систему, которая позволяет эту конструкцию изучить. А именно, мы исследовали непосредственно аморегламу, мы исследовали ритуалы, мы исследовали даже поговорки, пословицы и прочее, прочее. И что Олег Викторович сделал? Он показал, как это работает комплексно. Он показал образ, образ вот такой, вот такой, вот такой. Показал иерархию, показал важность тех же ритуалов. И мы даже сравнивали мафию, например, с другими системами, с Дрангетой и Каморой. Ну, например, если для Дрангетой, представитель Дрангетой, миф о трех рыцарях, тамплиера, оса, матроса и коньоса является одним из самых важных, он трогает сердца этих людей, то вот для мафии почему-то эта амальгамная составляющая не так должна. То есть для них, ну да, были три рыцаря тамплиера. Это действительно важно. Но не настолько важно, как нечто иное. И вот эта вот тайна, да, что же является вот этой амальгамной составляющей, которая всех держит в рамках одной философской системы, да, которую все исповедуют, это тайна за семью печати. Но Олегу Викторовичу эта тайна стала известна. Вы знаете, Ирина Игоревна, я вот сейчас понимаю, насколько это важная, ну, очень важная информация и открытие именно для ученых, для научного мира. Потому что, ну, действительно, до сегодняшнего дня, ну, ведь Олег Викторович столкнулся с этой проблемой. Нет модели, вообще нет ничего, как исследовать философию. Мне очень понравилось, как он сказал на научном симпозиуме, я отрывок смотрела, где он говорит, сегодня не учат быть философами. Сегодня, то есть, знать книги Канта, это не значит знать философию Канта. То есть, фактически сегодня все, что учат, это знать труды, там, например, какие-то философские труды, но это совершенно не знать философию. Да, именно. И когда мы говорим о модели, вот здесь в науке проблема с этим всем, потому что без модели мы не можем исследовать, да? И вот даже сейчас мы с вами многое обсуждаем, но я думаю, что пока мы не скажем волшебное слово «корабль», нашим слушателям и зрителям будет сложно. То есть, вот «корабль» — это прекрасная модель. И когда мы говорим «мафия», да, хотя «мафия» не существует, как они там говорят, да, «мафиози», то есть, прототипом, главным прототипом «мафии» является капитан корабля. Вот представьте себе этот образ, да, вот этого жизненного триумфа, капитан на корабельном мостике. И у капитана корабля, безусловно, существуют свои системы, да, своя философия. У него есть какие-то элементы, механизмы управления, да, ведь хорошего капитана любят. Более того, капитан — это издревле одна из самых уважаемых вообще, не то что профессий, но это его «вторым после Бога» называют. Вот как он становится этим «вторым после Бога»? Почему-то не все капитаны. Но на корабле-то он Бог, фактически. А можно подумать, что эта система не работает на суше. Она настолько эффективна, что многие пытаются повторить, но не всем это под силу. Не многие понимают. То есть нам важно было знать символику, да, то есть символическую или архетипологическую составляющую. Нам важно было рассмотреть вот эту амальгамную составляющую, да, вот эту единую философскую протосистему, которая объединяет всех. Нам важно было понимать тайны, именно тайны философии Марфии. А без модели, без модели корабля, без прототипа капитана это исследовать невозможно. Зато, зная, как это работает, понимая эти принципы и перенося эту систему, например, на бизнес, вот если вы, грубо говоря, директор предприятия, да, будущего предприятия даже, вот поставьте себя на место капитана и задайте для начала вопросом. А вы готовы? Как вы-то? Куда вы собрались вообще? У вас есть, у вас есть корабль, у вас есть команда, у вас есть люди, на которых положиться? Где ваш первый помощник? Где ваш стартум? Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть почему, и самый главный вопрос, а почему эти люди вообще за вами пойдут? Кто вот такой и кому вы нужны? Вот если задавать себе эти отрезвляющие вопросы, для начала может показаться, что вы останетесь на месте, но это не так. Это уже будет глобальным прорывом, потому что развернет вас от стороны слушания непонятно чего в сторону движения к тому самому капитану. Я еще хотела немножко все-таки сделать акцент на этом, потому что некоторым кажется, что научная работа, наука, где я, а где наука, я хочу напомнить. Академик Мальцев, это тот человек, то есть он меня этому в свое время научил, я услышала от него эту фразу, что наука, она для людей, она должна делать жизнь людей лучше иначе, зачем она вообще нужна? Так вот, чтобы вы не думали, что вот это исследование касается, ну, только ученых. Нет, это как раз делается исследование, чтобы для жизни простых, простите, людей, которые как бы к науке не имеют отношения. И вот несколько слов о простоте. Опять-таки, вот мафия, да, сколько веков на слуху, сколько дел сделано, мы не будем сейчас говорить о Малаке Учану, о том, что даже Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, не смогли в определенный момент времени с ними их победить, пришлось договариваться. Давайте посмотрим на такую философскую концепцию, для мафии она ключевая. Это тоже одно из открытий Олега Викторовича. Это философская концепция неполноценности. Вот в мафии, казалось бы, какие бы они там эффективные не были, у них движение начинается именно с этой точки, с осознания своей неполноценности. Вот я недаром задаю эти вопросы, остановитесь и подумайте, кто вы такой, кому вы нужны, что вы вообще можете. Вот наша глобальная проблема воспитания среды 21-го глобализующего века, это тотальная полноценность. Мы слишком часто считаем себя настолько полноценными, сравниваем себя с масштабами Вселенной, что мы все можем, что наша жизнь, и так далее, и так далее. Это хорошая, скажем так, посылка для подростка. Это нормально для подросткового возраста. Но когда мы говорим об ответственности, о жизни ее построении, здесь эта пластинка не будет играть победоносную музыку. Вы знаете, вот эта фраза, «Ты слишком полноценен, чтобы быть великим». Именно. И вот на этой фразе, я считаю, наш разговор мы вообще можем закончить. Потому что с размышления над этой философской категорией, что ты слишком полноценен, чтобы быть великим, многое начинается, и некоторых это точно приведет к триумфу, если он разгадает вот тайну этой философской концепции. А это тайна мафии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова